Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейный болельщик выиграл машину. Областной министр спорта обещал выдать зарплату хоккеистам ЦСКА ВВС. Самарский дзюдоист, вице-чемпион Африки. Хайбулла Магометов выиграл серебряную медаль открытого чемпионата Африки. Еще с одним сборником российской команды Исламом Хаметовым он отправился в Тунис за наградами. В финальном поединке весовой категории до 100 килограммов Хайбулла Магометов проиграл британцу Бенджамину Флетчеру. Хаметов категории до 66 килограммов стал лишь пятым. Дмитрий Шляхтин, областной министр спорта, пообещал выделить из губернской казны 20 миллионов рублей на решение зарплатной проблемы хоккейного клуба ЦСКА ВВС. Дело в том, что Минспорт фактически является владельцем команды военных летчиков. В 2014 году клуб получил 75 миллионов рублей. Как оказалось, их не хватило на зарплаты игрока. Теперь, после того, как очередные необходимые документы на получение субсидий от ЦСКА ВВС поступили к чиновникам, они готовы перечислить деньги на счет хоккейного клуба. Шляхтин высказал недовольство в адрес спортсменов. По его словам, хоккеисты ЦСКА ВВС должны быть в центре внимания не из-за открытых писем и угроз бойкотировать кубковые матчи, а благодаря победам и высоким спортивным результатам. Напомню, на днях капитан команды военных летчиков Сергей Шаханов рассказал журналистам, что игроки не получали зарплату за декабрь, январь и февраль. На хоккейном матче «Лада Акбарс» один из болельщиков выиграл отечественный автомобиль, вручал ключи от машины президент Тольяттинского клуба. Еще 10 претендентов на победу получили абонементы на все домашние матчи «Лады» в новом сезоне континентальной хоккейной лиги. В стартовом чемпионате клуб занял лишь 11 место в Восточной конференции и не примет участие в серии плей-офф Кубка Гагарина. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!